Дружеская беседа за чашкой чая с зубовополянскими студентами, которые спустя несколько лет станут основными кадрами лесной отрасли, руководитель Минлесхоза говорит на равных. В начале встречи министр подчеркнул, вы – будущее республики и нашей страны. Он рассказал о деятельности подведомственного органа и призвал ребят начать знакомство с будущей профессией уже сейчас. Так в Зубовополянском районе в прошлом году заработала теплица, где выращивают сеянцы сосны. Многие студенты там проходили практику. Некоторые ребята успели поработать в местном лесничестве и лесопожарном центре. А один из студентов признался, его волнует вопрос сохранения редких видов животных. Адель Галиулин рассказал, как работают над этой проблемой. Помимо лесных инспекторов, еще охотничные инспектора на территории республики. Они за этими, за популяцией наблюдают. У нас сегодня, к сожалению, не актуальна красная книга животное. В последний раз, вот я на коллегии выступал, значит, на нашей отчетной при главе республики. В последний раз эту книгу, к сожалению, в республике издавали в далеком 2005 году. Вот в этом году мы приступаем к краеву, планируем приступить к работе, выделим финансирование. И к концу года мы обновим красную книгу животных. Также министр рассказал о современных способах охраны лесов от пожаров. Так сегодня на вооружении Минлесхоза есть дроны, которые помогают следить за обстановкой с воздуха. Еще одна важная задача – реализация нацпроекта «Экология». В конце встречи Адель Галиулин пожелал ребятам хорошей учебы и успешной защиты дипломов. Он выразил надежду, что в будущем работы студентов удастся применить на практике. Ирина Семенова, Народные новости.